Всем привет, и ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно налить себе чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времени препровождению за день. А мы продолжаем с тобой Аватар или Легенда о Банге, первая книга, 12 серия, если мне не изменяет память. Не помню, как называется, не заметил, не посмотрел, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Сейчас напишут, наверное, нет, скажут. Нет, сейчас говорят, говорят, скажут, конечно, просто я бы сказал, тыкую серию, выбираю, там, типа, название серии, я такой, ага, я знаю, раньше серии название серии, чем ты, но сегодня вот сейчас вот не заметил, да. Начинаем? Да? Вода. В прошлой серии у нас был Аватар. Огонь. Успиритель, цвет, воздух. Умиритель каждого. Как когда мы, четыре народа жили в мире? Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только Аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в нем больше всего, он исчез. Прошло сто лет, и мы с братом нашли нового Аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство магии воздуха было велико, ему предсказало еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Книга первая. Вода. Глава двенадцатая. Буря. Буря. Буря, да. Мистер Икс. Мистер Икс. Буря. Мома не смешает. Вы мне тоже нужны. Это сон какой-то. Держитесь! Ребята? Ему кошмар снялся. Гиацо? Почему ты ищешь? Я не хотел. Ты нам нужен. 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 Ой! Что случилось? Нас опять поймали? Пустяки. Мне приснился страшный сон. Спите. Поспишь тут. Анг настолько закаленный мальчишка, смотри, что спит вообще без этого матраса, без одеяла. Ему ничего не надо. Он может спать на песке. Ты не заболел, Анг? Не заболел. В последнее время тебе часто снятся кошмары. Может, ты расскажешь об этом? Мне надо просто отдохнуть. Хотите, я расскажу свой сон? Ну и ладно. Не очень-то не хотелось. О, сон сегодня, кстати, странный снился тоже. Какой? Напомни, потом расскажу. Смотрите, какое ясное небо. Лететь будет приятно. Давайте лучше приятно долетим до рынка. Еда закончилась. Как удобно. Ребята, стойте. Я видел сон. На рынок летать не надо. Что ты видел во сне? Еда пожирала людей. А еще Мома говорил. Ты говорил очень неприятные вещи. Эта серия будет очень сюжетная уже, мне кажется. Да? Ну не знаю, ну смотри, аватар переживает, видимо, из-за того, что он аватар и звука появился, и все это в сюжете явно крутится. Вот прошлая серия была такая проходная больше. Будет буря, большая буря. Ты сошел с ума, дядя. Погода отличная, на небе не облачко. Шторм приближается с севера. Предлагаю повернуть и взять курс на юго-запад. Мы знаем, что аватар движется на север. Мы пойдем туда же. Принц Зуко, подумайте о безопасности экипажа. Плевать на безопасность экипажа. Этот дед был столько раз прав, что, мне кажется, звук уже пора бы прислушиваться к нему. Вот дед, как говорит, так и надо делать. Кроме, конечно, детальки в настольную иглу, ради которой они искали ее на рынке. Найти аватара намного важнее чьей бы то ни было безопасности. Он не подумал, он просто переутомился. Ай, покупай, не пожалеешь, говорю тебе. Что-то не нравится мне это шуршание. Шуршит, значит, спелый. Это спелые соки плещутся внутри. Это правда, катара. Шуршит, значит, спелый. Звук такой, как будто реально она такая разрезает арбуз, а он полностью весь из воды внутри состоит. Вот у него оболочка. Я даже новость, короче, на днях читал. Мужчина из Великобритании вроде бы, он, короче, МРТ делал исследование. У него, короче, мозг жидкий. У него, типа, нету мозга в привычном его понимании. У него в голове что-то тоже вот так булькает. И начали проводить МРТ, короче, проводить. И все, у него МРТ показал, что только жидкости в голове, нету мозга, короче. Так как его уйдут, типа, живет. А как он живет? Ну, так и живет, как-то функционирует нормально вроде все. И вот, ну, это очень странно, это, короче, феномен, который выходит за грань понимания, но вот как с арбузом. Я вспомнила, что у нас нет денег. Без денег и без... Работник года, да? Как бы, и что, нету покупателей денег. Это не значит, что их бить надо. Это вообще ненормально. Надо сказать, дайте мне книгу жалоб и предложений. Сейчас на вас нажалуюсь, чтобы лишили премии. Нет, ничего не будет. А что будет? Можно позвонить в этот какой-нибудь министерство по защите прав потребителей? И нажалываться туда. Ну, если ты там выше позвонишь, то может что-то будет, но я не думаю, что... Суставы больные. Суставы больные. Суставы говорят, мне будет буря, сильная буря. Тебе говорят суставы, а мне мозги. Пусть твои мозги найдут того, кто будет тащить рыбу, я не поплыву. Я найду нового помощника и буду платить ему в два раза больше, чем тебе. Я хочу. Берю тебя. Что? Ты же сказала, ищи работу, а он платит. Я считаю, что это... Как легко устроиться на работу, однако. Да, я говорю, я считаю, что это самое лучшее быстрое собеседование на свете. А где вот эти вопросы? Что вы будете делать? А кем вы увидите себя через пять лет? Нет, назовитесь в свои слабые и сильные стороны. А какое у вас образование? А какое у вас образование? А какой у вас опыт работы? А вы готовы пахать 24 на 7 без выходных? А вы уже... Сколько вам лет, говорите, 17? Ага. А 20 лет вы уже работали носильщиком рыбы? Если 20 лет не работали... Да, а что у вас опыта нету? Вы такой... Молодой. Вдвойне? Вдвойне? Кто сказал такую глупость? А ваше дядя был все-таки прав насчет шторма. Я угадал. Лейтенант, научитесь уважать старших по званию. Или я вас научу. Что вы знаете об уважении? Реально. Ваше обращение со всеми на этом корабле от членов экипажа до вашего дяди говорит о том, что вы ничего об этом не знаете. Вам на всех, кроме себя, наплевать. Да и чего можно ожидать от избалованного принца? Ну, конечно. Спокойно. Довольно. Мы все устали от столь продолжительного плавания. Уверен, после миски лапши все почувствуют себя намного лучше. Аха, пельмени. Я сам могу навести порядок. Ну, он же здесь, наверное, самый старший. Ну, типа прям, руководитель корабля. А лейтенант вот этот? Нет, вот этот. А дядька? А лейтенант, понятно, Зука. Да. Вот этот мелкий. Он же по-любому, ну, скорее всего, мне кажется, он тут лидер, как бы. Дядька, наверное, либо его как помощник, правая рука, либо поддержка, либо советник, да. А эти, как бы, чего не выпендриваются-то? Они работают на Зука, скорее всего. Они осуждают его за то, что он такие... Да. Что да. Ну да, осуждают, но и пусть молча осуждают. Ну, слушай, он лидер, всё. А это неоспариваемый факт. Они работают на него. Они выражают своё недовольство. Недовольство? Его опрометчивыми решениями. Он хочет пойти туда, где опасно. Недовольство можно высказывать на территории земель магии земли, на территории земель магии воды, но никак не на территории или на кораблях магии огня, особенно когда это Зука, который является со связями родственными хорошими. Я не согласна. Да, он, возможно, мог типа помягче это сделать и не называть его там избалованным и так далее. Хотя это правда. И что? Ничего. И как бы я не вижу ничего плохого в том, что они высказывают свои недовольства, потому что он рискует не только своей жизнью, но и жизнями других рабочих. Нет, я тоже не вижу. То есть это классно, демократия, когда там сотрудники и всё такое, они высказываются, да, и как-то на общее благо. Но здесь, опять-таки, он же всё-таки не просто какой-то мальчишка, а он, во-первых, опять-таки руководитель. Он просто неопытный, он на эмоциях такой, я вижу аватар, и он идёт вперёд, я тоже пойду вперёд. Ну да. Мне почему-то кажется, что более канонично в этой всей вот сейчас ситуации было бы правильно, если на него не нагоняли. Ну, мне так кажется просто. Вот моё пока что сложившееся впечатление по отношению к звуку, к магам огня и всей их иерархии и структуре, то, что его должны уважать. И, конечно, да, его вообще выгнали же, по сути. Выгнали, он же вообще отброс племени огня и всё такое, но всё равно на этом корабле он царь и батя, так сказать. Пусть и молодой. Я бы слушалась дядюшку. Но дядюшку, да, дядюшка, дядюшка здесь святой. Лучше дядюшке только чай, а чай, к сожалению, ты нет. Шука, не надо выходить в море. Взгляни на небо. Я подрядился на эту работу и не буду отказываться из-за какой-то погоды. Мальчик с такой роткой дело говорит. Послушайся его. Мальчик с татуировкой. Дракона. Татуировка. Я вообще не могу. Это что такое? В смысле, он уходит, у него на лбу, блин, стрела синяя. Он лысый. И всё такие... Причёска? Причёска такая. Волосы так растут, я не знаю. Опять возвращаясь к одной из прошлых серий, когда я рассказывал, что хотел из-за волос делать себе стрелу. Мало ли, может, этот вот пацан как раз-таки исполнил моё желание. Блин, ну можно же посмотреть, ну увидеть. Это же, блин, на лбу у него написано, как говорится. В смысле, смотри, это вот волосы у него так растут в виде стрелы. Он их покрасил в синий, и теперь он просто скинхедом ходит, тут чё-то... Подожди, я бомлю не потому, что он конкретно не увидел этого, а то, что это уже несколько раз было. Они несколько раз не понимают, что это, ну типа, татуировка. Ну да, ещё и потом так удивляются. Да, они такие, что, татуировка? А у него на лбу это, блин, написано. Может, они вот так ходят, только на землю смотрят? У него и на руках, и везде, видимо. Камага воздуха провалится мне на этом месте. Ты аватар, да? Верно. Нечего тут улыбаться. Аватар исчез на целых сто лет. Ты отвернулся от мира? Не кричите. Аанг ни от кого не отворачивался. О, не отворачивался, говоришь. Значит, мне старому сто лет войны и страданий только померещились, да? Аанг самый храбрый на свете. Он только и делает, что помогает людям и спасает их. Он не виноват в своем исчезновении, верно, Анг? Анг, что случилось? Правильно, лети отсюда. Вы злой и вредный старик. Его тоже понять можно, но... Деда? Да. Ну, конечно. Они даже не попрощались. Невежлив. Ну, блин, ну и тот, конечно, чувство вины тоже у него. Ну да, у деда, может быть, и батя воевал, и дед его, возможно, воевал. И он тоже уже, возможно, через войну прошел. Сейчас просто на пенсии вернулся и все тягости увидел. И смерти близких. И, конечно, ему это тяжело. И Аватару тяжело, конечно, на всю ответственность на себя вешать. Вот именно это круто показано. Это не какой-то, типа, боевик триллер или что-то такое. Это мультик? Да. И оно так с разных сторон раскрывает. То есть не только со стороны Аватара, а еще и со стороны народа, со стороны людей, которые воевали. Мультик нужно показывать, прежде чем вообще принимать людей в правоохранительные органы, чтобы всякую дичь не творили, которая происходит. И видели все кошмары, перенесенные мультипликационными персонажами. Лучше увидеть их здесь, чем увидеть их в другом месте. Мои у тебя друзья! Я знаю. На этот раз я был... Да-да, тащи в трем. Быстро! А где Аппа? Под дождем его оставила. Прости, что я улетел. Ничего. Этот старик наговорил тебе лишнего. Вообще-то, нет. Что ты имеешь в виду? Я не хочу говорить об этом. Это как-то связано с твоим сном, да? Расскажи. Ну, это длинная история. Аппа такой, мне там мокрое. Я пришел. Молодец. Я попробую развести огонь. Всем плевать на брата, да? Сока же. Вот Сока и Зука я путаю просто. Короче, а что не подумать? Почему она его с собой не... А, нет, она что-то такой. Он вообще-то деньги пошел заработать? Он единственный кормилец семьи. Ему нужно прокормить себя, сестру, аватара, апу, мама. Поинтересуйся, где Сока. Тот день, когда монахи сказали, что я аватар. Ой, сейчас, смотри, флэшбэки пошли. Я играл с другими детьми возле южной стены. Я пытался научить их делать воздушный самокат. Сначала делаешь шар, а потом садишься на него. Ура! Ура! Ладно. Воздушный самокат, он на этот похож. Как это называется? Да, я поняла. Гироскутер. Ну, типа, как такое колесо, да? Нет, я про гироскутер, где два колеса. Ногами там такой наклоняешься. Ну, кстати, да, можно там, где одно колесо тоже, почему бы и нет. Очень похоже. Пожалуйста! Скорее, садись! Тебе надо научиться балансировать. О, это трудно. Как ты этому научился, Анг? Не знаю. Ух ты! Анг, идем с нами. Нам надо поговорить с тобой. Ну, слушай, когда пять взрослых мужиков, которые являются, видимо, лидерами их партии, какие-то директора вызывают к себе, ну, такая себе, конечно. Я бы тоже позассал. Тут, как бы, ребята, хочется погулять площадкой. Как вы узнали, что это? Это зонтик от солнца, чтобы сильный слон. Ты как там и так, вон, видишь, рассеяние. Ну, чуть-чуть проникает, чтобы совсем уж от солнца защититься, зонтик поставил. Ладно, почему он одного только? Это самый главный лидер партии. Чтобы его сразу было видно, да? Кстати, реально, может, это выделительный знак, он всегда зонтом ходит. Или, вон, как аватар, типа, у аватар есть вот этот посох, он на нем летает. А этот на зонтике летает, тоже, по сути, может. Он в Мори Поппе исполняется. Это я. Мы давно знаем, что ты аватар. Ты помнишь это? Это мои самые любимые игрушки. Ты сам выбрал их из тысячи других игрушек, Анг. Какой богатый выбор детям поднебесно предоставляется? Они же на горе живут практически. У них гора, камни и воздух. А им тысячи игрушек нам выбор дают. И говорят, выбирай, любимые. Так-то слишком не жирно ли? Игрушки там какие? Камни должны быть, ветки, возможно. Ну и ладно, парочку нормальных. А что, бедное детство деревянные игрушки? Нет, ну, типа, я не знаю, здесь цивилизация, мне кажется, далеко. Опять-таки, они на горе живут. Ну, не так уж много большой выбора, мне кажется, может быть. Ну, они, наверное, самодельные делают. А-а-а, ну, кстати, да, может быть. Но тоже много не сделаешь. Много сделаешь. А из поколения в поколении передают. Они же не Эльфи Санта-Клаусу, чтобы тебе много игрушек. Да, он просто новый выбрал. А-таки, ты избранный, потому что выбрал новый. Сейчас узнаем. Дружки, которые ты выбрал, это четыре реликвии аватара. Они принадлежали предыдущим аватарам. Тебе, в твоих предыдущих жизнях. Они мне просто понравились. Ты выбрал их, потому что они тебе знакомы. О том, что ты аватар, мы должны были сказать тебе в твое 16-летие. Ну, вот тревожный... Слушай, если реально парень просто выбрал игру... Ну, слушай, я просто не знаю, ну, какова вероятность... Ну, ага. Он мог выбрать их просто случайно, и его бы сказали, ну, всё, это аватар. А если реально, ну, просто мальчику понравились. Вот, чтобы ему что-то... Нужно, чтобы пазл сошёлся, чтобы все циферки выбрали. Понимаешь, что он собрал весь комплект игрушек. Так как, ну, предполагаю... Ну, не знаю, но всё равно вероятность же есть такая, что кто-то такие же игрушки выберет. Да, может быть. По сути, ну, даже так, даже так, знаешь... Это интересный, конечно, способ выбора аватара. Знаешь, как надо выбирать более честно? Типа, даёшь на выбор ребёнку компьютер, PlayStation, там, VR-очки, Xbox и вот эти четыре деревянные игрушки. Кто выбирает деревянные игрушки, тот становится аватар. Может, так и было. Они такие, типа, ну, ты вот беспристрастный, некорыстный, поэтому мы выбираем аватар. Ты можешь выжить даже с деревянной игрушкой. Да. Собираются грозовые облака. Боюсь, что нас ждёт война у Юлии аватара. Опять буря. Ты нам нужен, Анг. Мне надоели его приказы. Надоело гоняться за аватаром. Что этот зука о себе восомнил? Ты действительно хочешь знать? Генерал Айро, мы просто... Ничего. Можно посидеть? Ну, какие-то подпивасники, смотри, сидят. Сидят где-то в трюме, где тут уголь подкидывают в печке. Вместе с какими-то, я не знаю, работягами простыми. Какой из него-то великий лидер, который ещё против зука что-то. И говорит, подпивасник, видишь, выпивает. Зука себе даже выпивать не позволяет. У него цель поймать аватара. Всё. Жизнь на это поставить может. А этот? А этот печки тут растапливает. Ты можешь себе позволить. Ничего он не может. Здесь я за звук. Я вижу, какой-то подпивасник. С вами. Конечно, господин. Постарайтесь понять. Мой племянник не простой молодой человек. Он многое пережил. Он постоянно такой молодой красивый. Ну-ка, сейчас расскажу, что у вас тормили. Короче, блин, прикол расскажу, пока вспомнил. Аня такая смотрит в прошлой серии был джет. Или в позапрошлой был серии джет. В какой там был серии джет? В позапрошлой. В позапрошлой. Аня такая смотрит на джет, а потом такая смотрит на звук и такая говорит, ну это же джет. Я говорю, у тебя вот здесь пятнышко около глаза никакое не... Она такая, ну это уже... Нет, ты неправильно рассказываешь. Я искала качественную картинку джета в интернете для превью. Я искала в ПНГ, а там, когда выбираешь одну картинку типа джета, рядом ещё высвечиваются картинки. И там почему-то был звук. А они очень похожи. Ну как бы там, по крайней мере, на этой фотографии, на этой картинке он был похож. Я подумала, что это джет. Но я решила спросить у Тимура, и он мне сказал, что это, оказывается, звука. А я хотела уже того брать. Я говорю, а тебя не смущает, что есть пятно есть на голове, на глазу? Он такой, ну это же эту фигну, фингал, кто-то поставил. Ну мало ли, может он в следующих сериях появится. Я говорю, вот и объясняешь. Пропустите. Принц, звука, что случилось? Я хочу на военный совет, а меня не пускают. А, это совсем неинтересно. Все время что-то хочет. Хочет, говорит, на военный совет. Хочет, говорит, поймать аватара. Но он хочет власть получить. Видишь, он такой, как бы стремится, добивается своей цели. Мы только что смотрели серию чародеек. Там Бланк лежал у бассейна, поедая вкусняшки, и просто загорел. Вот так надо хотеть жить, когда ты сын императора, мне кажется. Лежи, кушай вкусняшки и загорел. Но он хочет стать великим, понимаешь? Он хочет добиться. Не ценит он то, что у него есть. Ладно, смотри. Если я буду править этой страной, не пора ли уже начать этому учиться? Хорошо, но ты должен молчать. Эти старики слишком обидчивы. Спасибо, дядя. Дядя такой, конечно, все добряже. Оборона царства земли сосредоточена здесь. Это опасный батальон их сильнейших магов и свирепых. Ты смотри, как царь огня сидит пафосно. Весь в огне полосом, как бы этот сатана восседает с языками пламени. Поэтому я рекомендую 41-ю дивизию. Но в 41-й дивизии одни новобранцы. Как им совладать с батальоном могучих магов земли? Расчет такой. Они будут отвлекать противника. Мы же атакуем сзади. Какая приманка может быть лучше свежего мяса? Вы не посмеете пожертвовать целой дивизией. Эти солдаты любят нашу страну. Как можно их предать? Без конца молчать. Ну, звук тоже можно понять. Я даже соглашусь, что он, конечно, прав, возможно. Молодежный инстинкт, патриотизм, защита молодежных взглядов. Ну, это классно, что он защищает молодежь, чтобы их не просто на убой мясо пускали. А то, что он такой, они любят нашу страну, типа, давай, ну, более по-человечески к ним относиться. Это вот эти уже пораженные деды такие, ну, не жалко никого было, лишь бы выиграть. Ну, конечно, я здесь тоже на стороне Зука, но лучше было промолчать. Они как в этом меме такие, кто-то что-то сказал и повернулся в школе, да. Зука был прав, конечно, но он не имел право высказываться. Все это было весьма печально. Значит, ты расстроился, что ты аватар? Почему ты этому не обрадовался? Ну, я не знал, как к этому отнестись. Я помню только, что вдруг все стало меняться. Эй, неплохо! Вы, ребята, тренировались! И не только! Мы придумали игру, в которую можно играть на воздушных самоконках. Здорово! Что случилось? Ты теперь аватар, и у команды, за которую ты станешь играть, будет несправедливое преимущество. Но я все тот же, правда? Так что, я не могу играть? Но это справедливо. А, хорошо. Так вы даже правила не имеете. Так, а команда, у которой вот этот вот большой, высокий, а у другого вот маленький, это вот честно, нет по-вашему? Они должны тогда быть все одного, рост и телосложение. Слушайте, даже правила не объяснили. Какие навыки нужны для этой игры? Что? В чем прикол? Ну, факт того, что он уже аватар, он, значит, более сильный и могущественный. Если для этого нужна координация, а он лучший в этой координации, то, может быть, у него есть преимущество. Ну и что, может быть, в другой команде тоже есть человек одаренный. Да, слушай, даже не будь он аватаром, он все равно, у него хорошая координация была бы, и все равно было бы преимущество, какая разница. Аватар это больше как статус. Короче, вот... Короче, я не знаю, почему его в игру не взяли, мне за него обидно. Да. Очень интересный ход, молодой человек. Чем? Эй, ты хитрец. Эй! Ты играешь с ним в игры? Аватар должен учиться? Ханг сегодня уже достаточно учился. Время скоротечно. Идем со мной, и я покажу тебе более сложные приемы. Конечно, не захочешь быть аватаром, когда все вокруг начинают так душнить. Нормальный подход должен быть к аватару, чтобы они потом... Вот, я уверен, что вот после этого случая, когда аватар исчез на 100 лет, потому что душнили тут все вокруг, да, на него, после этого вот все, кто будут воспитывать будущих аватаров, начнут более тщательно к этому относиться. Будут лайтовые, более добросердечные, порядочные, да, ну это вообще какие, вообще что такое? Нет, пока я его наставник, я буду решать, когда ему учиться, а когда отдыхать и играть со мной в пайшо. После выступления Зука на собрании, хозяин огня на него сильно разгневался. Нам прям две траммы показывают. Но он сказал, что сбор принца Зука с генералом был возмутительным поступком. И есть только один способ выйти из положения. Огникай. Огненная дуэль. Верно. Зука посмотрел на старого генерала, которого он оскорбил, и заявил, что ему не страшно. Но Зука неправильно понял. Когда он повернулся лицом к противнику, то увидел, что это был не генерал. Зука выступил против генеральского плана. Но поступив так в зале военных советов, он проявил неуважение к самому хозяину огня. Зуку предстояло дуэль с собственным отцом. Нифига. Потом, когда мне стало легче, случилось страшное. Ангу нужны свободы и веселье. Он должен расти, как обычный мальчик. Вот и я о том же. Но тебе все-таки не уберечь его от судьбы. Ятсо, я знаю, ты хочешь как лучше. Но твоя любовь к мальчику затуманивает твой разум. Я желаю мальчику только добра. А нам нужно то, что спасет мир. Вас с Аангом надо разлучить. Аватар будет отправлен в Восточный Храм Воздуха для завершения подготовки. Какая стириусность. Это ужасно, Анг. Я не знаю, что сказать. Как они могли? Они лишили меня всего, что я знала и всех, кого я любил. Ой, угли! Прости, что я разозлился. Ты имеешь право злиться. Монахи с тобой так поступили. Но все было не совсем так. Я был напуган и растерян. Я не знал, что делать. Аанг? Убежал. Я не позволю им нас с тобой разлучить. Аанг? Блин, вот пораньше ты подошел, конечно. Мужчинка. Что бы он, интересно, придумал? Он бы сказал, давай вместе, Анку, и бежим. Я воспитаю себя хорошего аватара. Он бы реально, наверное, воспитал из него хорошего аватара. А потом бы и войны не было, возможно, да? Больше Геацию я не видел никогда. А потом я очнулся у тебя на руках, когда ты нашла меня в айсберге. Ты сбежал. А потом люди огня напали на наш храм. Мой народ нуждался во мне, но меня не было. Ты не знаешь, что... Мир нуждался во мне, а я не мог помочь. Аанг! Рыбак был прав. Я отвернулся от мира. Ты слишком строго себя судишь. Даже если ты сбежал, значит, это судьба. Если бы ты остался, ты бы погиб вместе с остальными магами воздуха. Это неизвестно. Я знаю, так и должно было случиться. Ты нужен миру сейчас. Ты надежда всех. Здесь как бы правильная мысль в том, что... Ну что сожалеть-то уже? То, что сделано, не воротишь. Имей то, что имеешь, и уже от этого и действуй, правильно? Зачем уже какие-то сожаления, что было бы? Ну, неизменное это событие. Возможно бы, если бы он остался, они бы не справились с магами огня и умер бы он там. А сейчас вот он выжил, что и станет сильнее, может быть, победит, а может быть и нет. Кто знает. Когда принц Ука увидел, что ему предстоит драться на дуэли с отцом, он взвалил о пощаде. Прости, отец. Я думал только об интересах страны огня. Прости меня, пожалуйста. Ты будешь драться за свою честь. Я вас глубоко уважаю. Я ваш верный сын. Встань и дерись, принц Ука. Я не буду с вами драться. Ты научишься уважению. Твоим учителем будет страдание. Я отвернулся. Дядька сидит. Я всегда думал, что принц Ука обшелся на тренировке. Это была не тренировка. После дуэли хозяин огня сказал, что отказавшись драться, Зука проявил постыдную слабость. В качестве наказания он был изгнан и отправлен искать аватара. Только поймав его, он может с честью вернуться. Так вот, почему он так одержим. Пленение аватара – его единственная возможность вернуть все в... Тяжелая, да, у Зука судьба? Вообще. Батя такой у него неадекват. Говорит, давай дыраться. Зук такой говорит, батя, я тебя уважаю. Почему неадекват? У них такие правила. Ну, опять-таки, какие правила? Правила откуда? Возможно, правила из, как сказать, традиций предков переносятся. А возможно, он сам эти правила установил. Он же хозяин огня. Он может делать, что хочет. Всегда такие стремления, когда... Хочешь лучше? ...какой-то правитель есть. Он такой, мой сын должен быть таким же великим, как я. Понятно, что, ну, как бы, да, ты можешь этого хотеть, но твой ребёнок не обязан быть таким. По сути, Зука-то ничего плохого не сделал. Он просто захотел на военный совет, просто высказался против, ну, действительно плохого плана. И тут почему-то его взяли и поставили в бой с хозяином огня, с его же отцом. Это, конечно, вообще странно. А после всего этого отправили в изгнание, потому что он показал слабость против отца. Мне нравится вот эта вот многогранность этого мультика, что нам и комментарии много пишут, и осуждают наши точки зрения иногда. И, как сказать, у каждого... Каждому своё, да. Да. Это круто. И тоже, как бы, у него теперь мотивация поймать аватара, потому что без аватара он не может вернуться в страну огня, чтобы получить благословение отца. Вот. Но странно, знаешь, какой момент? Что там было очень много людей на этом огнякае. И они видели, как Зука пострадал, да, как его обожгли. И, по идее, даже если вот этих ребят там не было, но слухи всё равно должны были распространиться. Почему до них дошёл слух именно, что он на тренировке обжёгся, а не на огняка? И всё-таки огняка — это вот событие-то такое очень масштабное, и, ну, он должен был до них дойти. И второй момент, который меня смущает, то, что они так удивляются, что Зука должен поймать аватара, чтобы вернуться в страну огня, как будто они даже не знают, зачем они служат на Зука. Да, типа, куда мы вообще плывём? Да, мы просто тебе служим, но не очень хотим, непонятно зачем и почему, тоже очень странно. Потому что они не знали цель именно. Они не знали тот момент, что он может вернуться к себе домой, если поймать аватара, а не просто гоняются за аватаром. Но, опять-таки, должны были какие-то слухи, чтобы у них была эта информация. Но всё равно уж не такой, наверное, не только Зука знает о том, что ему нужен аватар, чтобы вернуться в страну. Вон, дядька знает, всё рассказал. А что, раньше нельзя было рассказать? Они же не первый день, так сказать, плавают. Прежнее русло. Ничто не вернётся в прежнее русло, но главное это то, что аватар даёт Зука надежду. Даже так. Пожалуйста, помогите. Правильно. Мы скоро вернёмся. Я обещаю. Муж сам доверётся обратно. Затем спасать. Я, говорит, останусь. Где пробоина? Не знаю. Смотри. Рулевой. Как тебе такая способность? Ну, как вам сказать? Почти как Вилл. Через себя пропускается. Ну, он типа как, да, как типа громоотвод. Потому что, если бы он так не принял молнию, то молния бы ударила в корабль и пробила бы корабль. А он может так принять молнию? Так он только что это сделал. Ну, я просто не понимаю, но он должен был умреть, нет? Нет, ну он типа, понимаешь, а логика в чём, что молния почти как огонь. Поэтому он как бы воспринимает молнию как огонь, вот это и его, ну, энергию принимает и скидывает в другое место. Прикольно. Это потом вроде где-то будет объясняться ещё более логично. Лодка! Они там! Аватар! Что прикажете? Пусть уходит. Главное безопасность корабля. Тогда надо идти прямо в центр буря. Взрослеет! Я ещё молод умирать! Я старт, но умирать не хочу! Если что, это за рождение великого Гэтсби. Ты понял? Нет. Он же тоже там, типа, со стариком, с каким-то олигархом богатым плыли они в шторм. И этот старик завещал, этот олигарх завещал ему всё состояние. Мне нравится Сока в этих моментах, типа, я, говорит, слишком молод, чтобы умирать, а в прошлой серии было, когда вот эти, как его, ну, короче, беженцы ему еду дали, он такой, что доедать будешь, нет? То есть вообще пофигу, что из-за них тараканы пришли, он такой, что доедать будешь, нет? Держите верёвку! А я думал, ты скажешь, это, я думал, ты скажешь, это зарождение большой дружбы. Вот и, пусть не его. И сейчас, короче, будет, знаешь, типа, когда он, в прошлый раз, когда попал так под воду, он в шар вошёл и на 100 лет в айсберге остался. Сейчас тоже такой в шаре всех в айсберг на 100 лет оставшись. Начало второго сезона будет так. Дядя, прости меня. Извинения приняты. Он такой, что? Они постоянно переглядываются, у них игра, это гляделки. Кто моргнёв? Какой-то длинный ровно. Ну это всегда, кстати. В центре бури всегда вот такая прослойка пустоты. Жив. Извинись перед ним. Он не должен извиняться. Ой, а что, если вместо извинений я подарю ему рыбу, и мы будем квиты? Вообще-то я не ем мясо. Рыба не мясо. Кстати, вы мне заплатите, а? Рыбкой. Катара, кажется, ты права. Я расстаюсь с прошлым. Правда? Я могу и дальше гадать, что было бы, если бы я не сбежал. Вот. Я живу сейчас, и это хорошо. Тебя больше не будут мучить кошмары. Если бы тебя не было сейчас, наверное, и меня бы не было. Спасибо. Ты спас мне жизнь, Аватар. Вы слышите? Дождь прошел. Хорошая серия. Очень крутая. Потрясающая серия. Замечательная. Очень много нам показали сюжета. Очень много всего рассказали. Очень много эмоций. История звука рассказали. Звука? Звука. Звука. Короче, мне очень понравилось. Вот. Мне Аватар рассказали. Единственное, единственное, что я хотел сказать. Проблемы все решили. Мне не понравилось, что соки заплатили рыбой за его работу. Да, это нечестно. Он так сказал. Если договаривались о деньгах, то нужно платить деньгами, а не рыбой. По трудовому договору надо работать. Да. Защита прав работников, как бы, да, по трудовому договору вся эта серия. Хорошая серия очень понравилась. Прям по кайфу. Да, сюжетная, да. Супер. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, залетай в телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся также на Boosty, там ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующей серии. У нас серия почти, почти на час вышла. 45 минут, да. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока.